доброго времени суток вот еще одно видео я не повторяюсь просто еще одно видео что я хотел сказать на этот раз значит прошлый раз если смотреть предыдущее видео то там было множество значит шиитаки на вот этих блок значит пришлось уже некоторые из них раскрылись и пришлось их уже собрать и отправить на сушку здесь вот смотрим видите что происходит шапочка еще завернута значит гриб находится в состоянии еще роста несмотря на то что имеет уже вот такие размеры вот сравним его с размером спичечного коробка то есть видим шапка довольно таки огромная потому что ладони у каждого там разное это не будет показательно вот относительно спичного коробка вот обратите внимание какие сейчас повырастали шапки если грибов получается на блоке вот так много как здесь то естественно они все будут их будет множество но они будут маленькие в отличие от вешенки где каждая гроздя которая растет на мешке это не разные грибы это все является одним грибом то есть при сборе урожая собирается если мы собираем одну грозди то мы собираем зачищаем полностью весь блок независимо от того большие они или маленькие потому что если срезать одну гроздю то все остальные все равно подсохнут потому что мы как бы травмируем вот этот гриб и теряя влагу они все равно подсохнут если вы сомневаетесь в этом то попробуйте оставить одну гроздю и на другой день вы увидите что она начинает сохнуть в отличие от вешенки шиитаки можно собирать выборочно то есть мы собираем уже созревшие грибы вот если посмотрим вот здесь видно пенечки вот здесь это было уже собраны грибы их тут множество вот здесь в этом месте вот здесь вот здесь вот здесь в общем весь был обретен здесь пришлось собрать почти все созревшие и тут некоторые грибы были собраны а некоторые были оставлены и те что оставлены Вот они подрастали Довольно таки до больших размеров И так давайте Еще раз прогуляемся По этой там Чуть дальше я вижу тоже Очень такие показательные экземпляры Вот идем дальше Ну здесь Комментарии Излишние Посмотрите просто вот какое количество Здесь видно были глибочки незрелые Их оставили Ну сейчас уже их надо собрать Края стали острые Это уже пора собирать Смотрим дальше Да надо сказать что в прошлый раз Вот из этих блочков собрали Ну 7 Чуть больше там 7 7,5 килограмм шиитаки Вот идем дальше Та же история Как видим Там тоже много глибов еще осталось И вот тут Вообще интересный вот такой Случай Интересный такой блок Вот какие здесь Я одна Вот смотрите Вот на эту шапку Вот приблизительно Вот такого размера Так Вот он Так что не означает Что в прошлый раз Когда видели То вроде какие-то мелкие шиитаки Они мелкие из-за того Что их очень много Образовалась в приморде И вот здесь Тоже были подчищены Здесь тоже много Собрали Ну и вот те Что пооставались Пройдемся от начала до конца Вот Здесь Ну довольно таки прилично Еще здесь осталось грибов Я так думаю Что Ну может быть Уже 7 килограмм не будет Но приблизительно Я так понимаю Что где-то На среднестатистическую Урожайность Там Где-то 40-50% Как ожидается От шиитаки Мы здесь выйдем То есть Еще один сбор Приблизительно Из этого количества Блоков Где-то По килограмму Из одного Блока Где-то так должно Получиться Вот Ну и вот такой Вот такая у нас Тут небольшая Абсолютно грядочка Там Небольшое количество Вот этих Блочков Как я говорил Мы уже пробно сделали И вот такое Мы сейчас наблюдаем Ну сейчас После первого сбора Еще Будем повторно Собирать здесь грибочки И сейчас Еще один покажу момент Ну и вот Обратите внимание Это уже Можно сказать Как готовый результат Они почти уже высохли Ну еще немножко Влажные Влажные досушиваются То есть Видите Вот Что хотел показать То есть Размеры Грибочков Вы там Видели Вот видите Большая шапка Но когда они Сыхаются То Получается Из них Вот Приблизительно Вот такой вот Результат Обязательно Это лечебные грибы Сушить их нельзя Значит При высоких температурах То есть быстро Лучше их высушить Медленно Температура Не должна быть Больше 35 Желательно Градусов Чтобы сохранить Все лечебные свойства Еще один способ Сушки Это можно сушить В холодильнике Если небольшое количество На подносе Они очень хорошо При Холодной Можно так сказать Сушке Сохраняют Хорошо Свой цвет Все вкусовые Качества И в дальнейшем Их можно использовать Или как лечебные Или как Для употребления В пищу Но Видим Что Потеря Объема Потеря Размера Происходит Просто большая Значит Смотрите Здесь На этой доске Вот это то Что вы видите Здесь было приблизительно Не приблизительно А точно Я все взвесил Здесь было загружено 7 килограмм Грибов И После окончательного Высыхания Я хочу провести Вот такую Таксировку Я обязательно Вам скажу То есть Пересчитаю Сколько было Грибов Ну Как сказать Мокрых И Что у нас Получится на выходе По Сушеным Что у нас Получится на выходе По сушеным Грибам Значит Хочу Рассчитать Процент Потери Влаги В Свежих Грибах И В сушеных Грибах Вот Шиитак Сколько мы Потеряем В весе То есть Исходно было 7 килограмм Когда они Закончат Сушка Они еще Такие Вяленые Мягкие Такие До конца Не высохшие То есть До конца Я их досушу И вот тогда Пересчитаю И сообщу Вам Сколько На выходе Из 7 килограмм У нас осталось Сухого Материала А с вами был Макс Селлер На канале Фанима Шумскул Следите за дальнейшими Публикациями И Присылайте Свои интересные Вопросы Постараюсь На все Из них Ответить Присылайте Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...